Гипотетически, вообще просто, чтобы представить себе эти волны физически, что, какие предметы реальные, из тех, что мы имеем, могут их генерировать, вот такие волны. Что это, вращающиеся какие-то большие массы, что это, коллапсирующие массы, что вообще создаёт такие волны? Ну, спина... Физики только наблюдаемые вещи работают. Опираясь на процедуру варьирования... Источником таких волн является спин. И если брать при варьировании по один формам связанности, и, соответственно, тендерной энергии импульса. Вот и всё. Такой вот яркий физический пример. Вот, вращающийся диск, как вы приводили, я не ручаюсь за такие аналогии. А, пожалуйста, пожалуйста, у нас время позволяет. Вот только клавишу микрофона нажмите, пожалуйста. Я ещё раз вам повторяю, клавишу микрофона нажмите, пожалуйста. Да, потому что... Я тогда в сети буду. Значит, потому что классическая теория Эйнштейна-Картана, созданная, так сказать, в частности, Хелем, другими авторами, предполагает, и это очень принципиально, предполагает, что источником кручения может быть только спин. Только спин. Поэтому, естественно, порождать эти вот волны кручения можно только оперировать с какими-то объектами, ну, посылая пучки электронов, там, скорее всего, или что-то ещё. Но есть и другая точка, сейчас, на которой я, так сказать, придерживаюсь, о том, что и уравнения такие были получены, и опубликованы, даже физреи опубликованы, что, в общем-то, есть возможный подход, что, действительно, вращающие тела могут порождать кручения. Но это, повторяю, некое, в некотором смысле, элитическое точка зрения по отношению к спину, по отношению к Хелю и другим классикам в этой области. И вопрос это очень принципиальный. Недавно вот Хель всё разошёл всем, так сказать, всему сообществу гравитационному, но заинтересованному, свою статью, где он категорически утвержал, что, нет, вращающиеся тела не могут порождать кручения, потому что для него это вопрос совершенно принципиальный. Ну, понимаете, тут вопрос, как бы, спора авторитета между собой, и окончательного решения нет. Поэтому, если прав, в точке нестандартной Хели, тогда только апеллируя какими-то потоками электронов, можно что-то там делать. Но, в принципе, это тоже возможны, такие схемы. А в более таком вот нетривиальном подходе возможно, действительно, и вращающиеся тела могут порождать кручение. Вопрос этот до конца не решён, теоретически. Пожалуйста, ещё вопросы. Есть ещё вопросы? Тогда небольшое замечание. У нас основными языками конференции являются английский и русский. Поэтому просьба, значит, просто помнить, что в русском языке слово «компонент мужского рода». Поэтому не следует терять мужскую часть достоинств русского языка. Поблагодарим докладчика за доклад. Следующий доклад сделает профессор Богословский, прошу прощения. Всегда их путаю. Спасибо. 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 Я использую эти три минуты. которые на меня свалились для того, чтобы просто расставить некоторые акценты. Для того, чтобы избежать возможные недоразумения. Когда говорят там о финцеровой геометрии, на фоне известной риммановой геометрии, то у многих возникает подсознательная мысль, что это еще более страшное кривое пространство. На самом деле, я сегодня буду говорить только в рамках идеологии специальной теории относительности о финцеровых пространствах. Я покажу, что плоское пространство-время может отличаться от пространства Минковского и оставаться релятивически симметричным. То есть быть пространством событий, в котором существуют инерциальные системы отсчета и группы релятивистской симметрии, оставляющие такое вот финцерово-плоское пространство событий, инвариантным. Это одно замечание. Значит, о том, что речь пойдет, я буду касаться вопросов именно специальной теории относительности, ее модификации. Следующий вопрос, вот о чем будет, на что, вернее, надо обратить внимание, что в последнее время в литературе широко обсуждается проблема нарушения преобразования Лоренса или Лоренцевой симметрии. И многие при этом отождествляют нарушение Лоренцевой симметрии с нарушением релятивистской симметрии. Этот вопрос в теории поля возник при исследовании низкоэнергетического предела единых калибровочных теорий и при получении неких эффективных полевых моделей. Вот оказалось, что целый ряд эффективных полевых моделей, полученных вот таким вот образом, теряют свойства Лоренцевой инвариантности. И понимается это именно как потеря релятивистской инвариантности. Теперь дальше, значит, народ уже привык к чудесам и спокойно продолжает работать с теориями, в которых нет релятивистской инвариантности. А теперь, значит, представим, поставим такой вопрос. Что было бы с развитием теории относительности и следующей из нее теории поля, если бы вот это вот прокрутство ложа принципа релятивистской симметрии было бы, как говорится, отодвинуто. Ясно, что возникли бы широкие ворота для, по существу, бесконечное число возможностей для конструирования всяких полевых теорий. Вместе с тем, принцип относительности уже сто лет прекрасно работает и указывает во всяком случае строгие рамки для модификации всяких известных и работающих полевых теорий. Единственное, что вносится на фоне требований релятивистской симметрии, это различные внутренние калибровочные симметрии, их локализация. А принцип релятивистской симметрии, он неизыблемый. И я, значит, хочу подчеркнуть эту идеологию. Лоренцева симметрия может быть нарушена, но релятивистская симметрия все-таки должна остаться, во всяком случае, если мы хотим остаться в здравом уме и иметь дело с отсчетным числом хотя бы теорий. Теперь, значит, дальше. Вот оказывается, что существует такая модификация уже на уровне специальной теории относительности известной картины пространства-времени Минковского, которая, значит, приводит к нарушению Лоренцевой симметрии пространства-времени, но пространство событий остается релятивистки инвариантным в том смысле, что в нем существует физически эквивалентная инерциальная система отсчета в том же смысле, в котором они существовали и в специальной теории относительности. Значит, я хочу показать следующее, что это на самом деле факт, который, может быть, некоторые и знают, но обычно он как-то остается в стороне от общей картины, которую люди себе оставляют в голове после вхождения в специальную теорию относительности и работы с принципом относительности. Вот оказывается, что существует уже в рамках пространства Минковского преобразование, альтернативные обычным Лоренцевым бустам. Речь идет о преобразованиях, связывающих инерциальные различные системы отсчета. И в отличие от Лоренцевых бустов, эти преобразования образуют трехпараметрическую некомпактную группу. Вот это мало кто четко представляет конструкцию таких преобразований. Вот. И, значит, чем они отличаются, в чем их физическая сущность от обычных Лоренцевых бустов. Они играют ту же самую роль и могут быть использованы для связи различных инерциальных систем отсчета, но структура этих преобразований другая. Она ровно настолько поправляет Лоренцевые преобразования, чтобы они, их трехпараметрическое множество, превратилось в трехпараметрическую некомпактную группу. Вот окажется, в результате моего доклада, что вот такая трехпараметрическая группа, подгруппа, вернее, группы шутипараметрической группы Лоренца, некомпактная подгруппа, она является рудиментом соответствующей подгруппы обобщенных преобразований Лоренца в случае отличия метрики плоского пространства времени от метрики Менковского, именно Финцлерового отличия. Еще последнее замечание, наносящее общий характер, относится к слову Финцлерово метрика и Финцлерово геометрия. Эта геометрия описывается метрической функцией, то есть метролинейным элементом, который не есть квадратичная форма дифференциалов координат. А есть из соображения размерности однородная функция второй степени однородности по дифференциалам координат. В случае плоского пространства эта однородная функция зависит, может быть записана в базисе, в котором она зависит только от дифференциалов координат. То есть трансляционная инвариатность сохраняется. А что же теряется? Теряется для Финцлерово пространства по сравнению с пространством Менковского вообще говоря, изотропия трехмерного пространства. Минимальное нарушение изотропии трехмерного пространства состоит в отсутствии трехпараметрической группы вращения, симметрии, связанной с группой вращения, а наличие только некого выделенного направления и соответствующей цилиндрической симметрии, то есть возможности однопараметрических трехмерных вращений вокруг этого выделенного направления. А релятивистская симметрия при этом останется. Что интересно, что при Финцлеровой модернизации или вообще не специальной теории относительности пространство трехмерных скоростей не меняет своей геометрии. Значит, пространство событий меняет геометрию, и геометрия становится более общей. Более общей Финцлеровой, частным случаем которого является метрика Менковского и геометрия Менковского. А вот пространство трехмерных скоростей, как было пространством Лобачевского, так оно им и останется. И это означает, что трехмерные скорости складываются по-прежнему по правилу треугольников пространства Лобачевского или по Эйнштейновскому закону. Никакой разницы нет. И тем самым уже даже в 1905 году можно было прийти к выводу о том, рассматривать наряду с пространством Менковского пространство, на основании опытов Макильфона Морли, пространство Финцлерового типа. Ну, просто тогда такие пространства еще не были известны по существу. Хотя, общие некие соображения Риммон еще в своей знаменитой лекции высказал на этот счет, тем не менее, они еще были совсем далеки от сознания, тем более физически мыслящих людей. Ну вот, после этого пространного видения я хочу приступить уже к изложению текста своего доклада. Вот та метрика, о которой я говорил, метрика Финцлерово, Финцлерово-метрика, она имеет вот такой вот вид. Вот такой вот, видите. Она зависит только от дифференциалов координат. Вот посмотрите, вот вектор ν, здесь скалярное произведение стоит единичного трехмерного вектора ν с вектором dx. И, значит, а вот здесь некий безразмерный параметр, который в случае его равенства нулю превращает вот такую вот метрику в виде однородной функции второй степени однородности просто в метрику Минковского. Вот если р равно нулю. Вот. Таким образом, если р не равно нулю, вы получаете плоское пространство событий с метрикой, отличной от метрики Минковского. И вот параметр r, он определяет величину анизотерапии пространства. Но анизотерапия ясна. Видна небооруженным глазом, что называется, поскольку видно, что вращение dx отсутствует, симметрия трехмерных вращений пространственного вектора dx. Вот. Отсутствует также симметрия относительно отражения времени и отражения пространства. Только ПТН вариантность такой метрики остается. Ну вот, такая метрика была еще предложена давно, совсем в 73-м году. Вот. А вот факт о том, факт того, что нарушение Лоренцевой симметрии возможно без нарушения рельсивистской симметрии был более детально исследован вот этой работе 2006 года. Теперь, значит, что вызвало к жизни поиски такой вот метрики экзотической и обобщения Лоренцевых преобразований? Ну, вызвало это в то время эти исследования были вызваны возможным отсутствием обрезания спектра первичных космических протонов. С годами все это дело, эта проблема рассосалась постепенно, но вот возникло совершенно с неожиданной стороны связанный связанной с струнно-мотивированным подходом к нарушению Лоренцевой симметрии. И вот как раз здесь и сработал тот первоначально заложенный вот в эту метрику и Финцерову интерпретации Финцерову вариант специальной теории относительности сработала заложенная идея, что метрику как угодно деформируйте в рамках разумных математических конструкций, но уж пожалуйста сохраняйте условия релятивистской симметрии теории. Что касается группы изометрий вот такого пространства Финцерова и ее леалгебры, то они были исследованы полностью в 1977 году и оказалось, что вместо группы Пуанкаре группы релятивистской симметрии неоднородной вот такого Финцерового пространства является восьми параметрическая группа линейных преобразований. Четыре параметра этой группы очевидные связаны с пространственно-временными трансляциями, один компактный параметр связан с трехмерным вращением вокруг единичного вектора неувыделенного направления в трехмерном пространстве. И три параметра соответствуют обобщенным Лоренцевым преобразованием, то есть преобразованием, связывающим инерциальные системы отсчета при условии существования релятивистски инвариантного выделенного направления в пространстве времени. Нужно отметить, что после работ Гиббенса, Гомеса и Попа, вот этих двух, это восьми параметрическая группа получила название десим B2. Ну, B вот этот вот, это новое обозначение вышеупомянутого параметра R, который стоит в показателе множителя перед метрикой Минковского в финсеровой метрике. А что касается сокращения десим B2, оно означает деформированное неоднородное группоподобие, которое включает некую абелеву двухпараметрическую некомпактную группу. Но это, как говорится, просто так, если услышать, то это ни о чем не скажет эта аббревиатура. Здесь значительно полезнее будет сказать следующее, что речь идет о восьми параметрической подгруппе группы одиннадцати параметрической группы Веля. Вот оказывается, что такая подгруппа имеет геометрический инвариант. Это далеко нечастые обстоятельства. Геометрический инвариант отличный от метрики Минковского. Тем не менее, коль я в первородном виде написал вид этой метрики, я уже не буду использовать вот эти новые обозначения параметра анизотропии R в виде B, а буду придерживаться своих старых обозначений. Просто мне лень было переписывать все формулы. вот здесь приведены приведены инфинизимальные преобразования, оставляя вот трех параметрические некомпактные инфинизимальные преобразования, сохраняющие по существу векторы тиллинга вот для такой метрики. Ну, три параметрические инфинизимальные преобразования здесь, плюс еще однопараметрическая группа вращения вокруг выделенного направления, тоже инфинизимальная форма, ну, инфинизимальная форма трансляций. Ну, если ясное дело, что если направить ось Z вдоль выделенного направления, то а для вот здесь, кстати, я не сказал характеризуя инфинизимальные преобразования, вот здесь групповыми параметрами являются параметр альфа и параметр N, то есть направление инфинизимального буста. Обычного Лоренцевого буста. Ну, вот уже видно даже из этой структуры, что здесь мы имеем вот там, где R входит, это масштабные преобразования. Видите, DX0 пропорциональный X0, DX векторная пропорциональная X. Вот вот эта часть чисто Лоренцевы, Лоренцев инфинизимальный буст, а это поворот, дополнительный поворот пространственных осей. вот здесь интересный момент. Мы уже здесь, уже здесь, в конструкции инфинизимальных преобразований, собственно, они так и были получены, исходя из этой умозрительной картины, что, ну, если существует выделенное направление, что с ним может происходить после перехода в летящую систему отсчета? только эффект прелятивистской аберрации. Вот, поэтому, на самом деле, вот то, о чем я говорил с самого начала, не группу обычных Лоренцевых бустов трехпараметрическую, чтобы превратить в трехпараметрическую группу, достаточно каждый Лоренцев буст сдобрить дополнительным доворотом пространственных осей. Вот если дополнительный доворот пространственных осей не делать, зависящий от относительной скорости инерциальных систем отсчета, то тогда, значит, вы не получите группу, у вас возникнет некий эффект, когда последовательное преобразование двух преобразований Лоренца, последовательная реализация двух преобразований Лоренца сначала в летящую систему отсчета, а потом из нее с некой своей скоростью в другую систему отсчета будет восприниматься исходным наблюдателем не просто как преобразование в летящую систему отсчета с результирующей скоростью, вычисленной по Эйнштейновскому правилу, а еще вы увидите, что мимо вас уже летит вместо системы отсчета с параллельными пространственными осями, система отсчета с пространственными осями, довернутыми на некий угол. Это так называемая томасовская прецессия спины, связанная именно с этим эффектом лоренцевых бустов. Последовательное преобразование без вращательных преобразований лоренца приводит обязательно к лоренцеву бусту, но обязательно с поворотом осей. Так вот, если мы с самого начала учтем этот поворот осей, то вы уже получите каждый раз свой, естественно, зависящий от скорости полета, то вы естественным образом сразу получите не просто множество безвращательных лоренцевых бустов, а получите группу преобразований трехпараметрического, и ее инфинезимальные преобразования как раз имеют вот такой вид. Вот они. Вот лоренц безвращательный, а вот это доворот пространственных осей на угол аберрации, который, кстати, тут существует снова простейшая реализация такой системы преобразования. Мы выбираем произвольную звезду на небе, вот дальше совершаем обычный лоренцев буст, какую-нибудь систему отсчета, и смотрим за направлением на звезду. Она у нас, направление изменится на угол релятивистской аберрации, но мы пространственные наши ось довернем таким образом, чтобы довернутые ось в довернутых осях направление на звезду не изменилось. И вот множество таких лоренцев бустов с соответственными аберрационными доворотами уже позволит нам находиться все время в таких системах отсчета инверсиальных, в которых направление на звезду всегда одно и то же. То есть релятивистская инвариантная ориентация пространственных осей трехмерных систем отсчета. Вот. Это тот рудимент большой, вернее, вот такой усложненной группы преобразований, которые помимо этих дворотов обычной пространства Минковского, а вот это связано с дополнительным фактором в квадратных скобках с неустранимой трехмерной анизотропией пространства времени. И при р равном нулю вы переходите как раз из вот такой некомпактной подгруппы группы Вейля одиннадцатипараметрической прямо в соответствующую трехпараметрическую подгруппу группы Лоренца. Вот. вот преобразование Лоренца, обеспечивающие инвариантность вот такой метрики, являются более общими по сравнению с преобразованиями Лоренца, обеспечивающие инвариант вот такой метрики. И Лоренцево преобразование с доворотом есть рудимент вот этих преобразований. Вот видно при р равном нулю вы как раз получаете подгруппу группу Лоренца из-под группы группы Вейля. Ну вот это разумность если направив ось Z вдоль выделенного направления и выбрав для N три различных направления минимальных бустов вдоль оси X, Y и Z получить представить вернее представить генераторы однородной группы вот таким вот образом вот эти генераторы X1, X2, X3 это генераторы некомпактных преобразований связанных с этими Лоренцевыми бустами это генератор вращения вокруг выделенного направления выделенного направления которое у нас в данном случае совпадает с третьей осью просто вращение а вот видите из чего состоит первый генератор вот этот генератор обычного Лоренцевого буста вдоль первой оси и он соединяется с генератором вращения трехмерного вокруг второй оси вот это генератор Лоренцевого буста вдоль второй оси соединяется с доворотом вокруг первой оси а это генератор Лоренцевого буста вдоль Третья оси, на которой лежит выделенное направление И масштабное преобразование всех осей Вот алгебра однородных преобразований, четырех параметрических Это еще Винтерницам и Фришем, по-моему, в 65-м году Была она опубликована в статье под группы Лоренца Однородные группы Лоренца Оказалось, что она такую реализацию имеет в рамках Лоренцевых бустов и доворотов Вот что интересно Что генераторы Х1 и Х2 коммутируют И в пространстве Лобачевского скоростей Таким же, вот эти преобразования генерируют движения по так называемым арисферам То есть пространство Лобачевского, оно кривое А там есть такие поверхности, называемые арисферами Которые обладают внутренней эвклидовой геометрией И поэтому движения вдоль этих поверхностей Они коммутативны Вот что и выражается Выражается Вот в этом коммутационном соотношении А вот ниже уже приведены Ну, это вот генераторы трансляций Это вся алгебра этой восьми параметрической подгруппы Группы Веля Ну вот здесь у меня Я буду постепенно закругляться Чтобы осталось время на пару вопросов хотя бы Вот теперь, значит Вот эти обобщенные Лоренцевые преобразования О которых я уже говорил на словах В общем виде выглядят так Вот смотрите Для того, чтобы перейти в плоском анизаторопном пространстве события Из одной инерциальной системы в другую Достаточно совершить обычный Лоренцев буст После этого довернуть пространство оси на угол аберрации В выделенном направлении Еще дополнительно Все возникло преобразование дилатации пространства времени Доворот это вот релятивистский вот таким вот углом определяется Вокруг такого вот вектора А дилатация дополнительная Которая полностью отсутствует В случае пространства Менковского Она определяется вот такой диагональной матрицей Вот такой вот Где величина r Я повторю Где параметр r Характеризует величину анизотерапии То есть степень отклонения финсеровой метрики Релятивистки иновариантной Вот метрики Менковского Вот здесь уже Вот и структуру этих преобразований Легко видеть Поскольку преобразования Вот такие преобразования координат событий Индуцируют движение пространства скоростей Каким образом? Ну достаточно просто делить Чтобы получить преобразование скоростей Достаточно разделить на пространство Эти преобразования На временное Дилатация везде одинаковая Она убирается И останется у вас ясное дело Что преобразование из группы Лоренца То есть несмотря Вот как раз то, о чем я уже говорил Несмотря на другую метрику пространства событий Пространство хмерных скоростей Прямо в лоб показывается Остается пространством Лобачевского Так Ага, переключилось Да И вот здесь вот еще Совсем коротко я скажу И на этом, пожалуй, поставлю точку Здесь важно, что Помните, я начал с того, что Анизотропия метрики и пространства событий Проявляется не только в том, что Различные направления в пространстве Становятся физически неэквивалентными То есть ускоряться, например, туда Это не все равно, что ускоряться В каком-то другом направлении Инертность зависит от направления ускорения Вот Но и это пространство-время Еще обладает свойством Неинвариантности Относительно дискретных пространственно-временных симметрий Вот Ну и в связи с этим В работе Глэшоу и Когана В 2006 или 2007 году Это я точно не помню Вот Специальная теория относительности Которая основана вот на таких преобразованиях Лоренца С доворотами пространственной осей Была названа Очень специальной Very special relativity Очень специальной теорией относительности Ну и там ряд физических следствий Было исследовано Ну вот, собственно Я хочу совсем большую точку поставить Сказав, что Финстерова метрика Таким образом Отражает, на самом деле В отличие от метрики Менковского Тот факт, что Дискретная пространственно-временная симметрия Она в природе, строго говоря, не реализуется Достаточно привести известный факт Нарушение пространственно-временных симметрий Дискретных в слабых взаимодействиях То есть это менее общий закон природы Чем Вернее, ну Как смотреть, конечно Но одним словом Вот на уровне пространства-времени Может быть реализована релятивистская симметрия С учетом С учетом неинвариантности Природы относительно зеркальных отражений И обращения времени Спасибо Поблагодарим Евгения Юрьевича за фундаментальный доклад Пожалуйста, вопросы Алгебрия ли, она приводима или не приводима? Алгебрия ли, которую вы продемонстрировали нам Она приводима? Что приводим? Группа? Алгебрия ли, она приводима или не приводима? Группы это не разрешим Уж есть, так сказать, в формальных основаниях их придерживаться Важно, что еще, пожалуй, добавить Уж я воспользуюсь вашим вопросом Что на самом деле Это давно известный факт Что все безмассовые теории инвариантны относительно Группы Включающие масштабные преобразования Здесь важно, что мы получили подгруппу Группы Вейли Вот с конформными преобразованиями И она включает и массивные частицы Вот в чем дело Радикально меняется динамика точечной массы В рамках специальной теории относительности И самым, как говорится, радикальным заключением С физической точки зрения И простым Является то, что у частиц Помимо энергии покоя МС квадрат Еще возникает импульс покоя Пропорционально как раз параметру анизотропии Р, М, С и Ню И направленные вдоль выделенного направления Важно, что импульс покоя При этом является ретивистским вариантом Во всех системах отсчета Это тот же Связанных вот такими преобразованиями Лоренцова Линейными Обобщенными Это один и тот же вектор То есть, получается, некий Ну, если проводить Проводить аналогию С дорелтивистской теорией эфирного ветра Некая релтивистская теория эфира Которая, в общем, вполне совместно С опытами Маккельсона и Морли Поскольку скорость складывается По Эйнштейновскому закону И вместе с тем Есть некая, тем не менее, среда Мы же сейчас знаем, что вакуум Это не пустота математическая Это некая среда Так вот, свойства этой среды Геометрические как раз Ухватываются фенцлеровой метрикой Которая вообще описывает С математической точки зрения Упорядоченные пространства В отличие от аморфной риммановой метрики Фенцлеровой геометрии описывает Упорядоченные пространства Более близкие к кристаллической структуре Поэтому там возникает Аксиально выделенные Анизотропии Есть и полностью выделенные Анизотропии Когда полностью пропадает симметрия Теория относительная группа вращения локальная Теперь дальше Поскольку здесь в основном Релятивисты фундаментальные сидят Для которых специальная теория относительности Это далекое прошлое То нужно сказать, что вся схема Обобщения специальной теории относительности До уровня общей Здесь проходит Просто тут рассматриваются Можно рассматривать Искривленные фенцлеровые постранства Потом поля анизотропии Как вот это скалярное поле Определяющее величину Анизотропии Так и нульвекторные поля Указывающие локально выделенные направления В пространстве времени Так что это все проходит И имеет большие перспективы Тут непочатый край работы Связанный с возможностями Применения такой метрики в астрофизике И общению ее до уровня кривой Метрики, описывающей одновременно Кремитацию, поля материи И вот дополнительные два поля Скалярное поле Определяющее И причину локальных анизотропий И нульвекторное поле Определяющее выделенное направление Возникает от нульвекторное поле И вообще анизотропия В результате фазового перехода С нарушением Калибровочных симметрии Здесь вся идеология теории поля Проход Извините Один момент Докладчик из Мефис Зебрев Присутствует? Время истекло Поблагодарим Юрия Георгиевича За интересный доклад Что дали возможность мне выступить в новом для меня сообществе Название моего доклада Фазового представления В 2 плюс 1 мерном пространстве Релятивизм В графен С запрещенным слоем С запрещенным С щелью С аэлитической щелью Краткий план моего выступления Будет следующим Сначала расскажу Что такое графен Его свойства Очень коротко Потом Поговорим мы О происхождении релятивизма То есть точнее Псевдорелятивизма Из динамического закона дисперсии Который имеет место в графене Дальше мы поговорим о некоторых вещах Которых новых Которых Так называемый Трехимпульсном Формализме И его фазовое представление И под конец Мы поговорим немножко про Квантовое обобщение Этого классического Как говорится формализма Сначала Мы поговорим Что такое графен Графен Как известно Это в общем Некая система То есть это монослой Гексагональных атомов Гексагональная решетка Атомов кремния Которая была изготовлена В 2004 году И сразу же По его появлению Он как бы вызвал Живейший интерес Двух групп людей Это во-первых Электронщики А во-вторых Теоретики Электронщиков Вызвал интерес Потому что В графене Оказалась Очень высокая подвижность И поэтому Он оказался Очень перспективным Материалом Для микроэлектроники Он стабильный Химический Механический Достаточно крепкий И в общем Активная работа В этой области Разбивается И в общем Главным образом Я занимаюсь Электроникой Теоретикам Теоретикам Это оказалось Интересным Потому что В силу Некоторых причин Чисто Таких Симметрийных И динамических Причин Спектр Графенок Оказался Не параболическим А коническим То есть Спектр Похож на спектр Тософотона Или нейтрина То есть Там отсутствует масса Электронные дырки В графене Не имеют массы Зато Они все движутся С одной скоростью В безмассовом Графене Они движутся С одной скоростью Эта скорость Порядка 10,8 сантиметров В секунду То есть Это в 300 раз Меньше Скорости света Сама решетка Графена Она такая гексагональна Она состоит из двух Неэквивалентных Подрешеток Типа А И типа Б Видно на рисунке И вообще говоря Такой Псевно-релятивистский Спектр Получается Был еще получен В 40-х годах Прошлого века Рассмотрение Достаточно простой Квантно-механической Задачи И Этот результат Явился следствием Того, что Решетки Атомы Подрешетки А И атом Подрешетки Б Находятся В эквивалентном Окружении Если Согласно теории Если Сделать так Что эти Подрешетки Окажутся Внеэквивалентном Окружении То есть Например Если графен Положить На некую Специфическую Подложку Типа Нитрит Бора То Вообще говоря Должна появиться В графене В анаслойном Графене Должна появиться Энергетическая Щель Которую мы будем Обозначать Буквой Дельта Дельта И спектр Будет иметь Вообще Такой По-настоящему Релятивистский Вид Со знаком Плюс и минус Соответствующий Электронным Адергам Это дельта Это соответствует Значит Массе Покоя Я не буду Пользоваться Здесь Терминологией Масса Покоя Буду Говорить Все время О дельта О энергетическом Спектре Сразу скажу Что На практике На практике Именно вот Графен С такой массой Пытается получить Но до сих пор Еще не получен Этот графен С энергетической Щелью Это очень важно Для электроники Потому что Отсутствие щели Это большая проблема Для использования Графена В цифровой технике Но Не исключено Что это возможно Меня это заинтересовало По последующей причине С точки зрения Такой принципиальной Как я уже говорил Что Закон Дисперсии Закон Дисперсии Следует Просто Из симметрии Решетки И Но Чисто Динамический Характер Он не имеет Никакого отношения К специальной теории Относительности К преобразованию Пространства и времени Но Тем не менее Из-за того Что две неквивалентные Решетки Существует Описывается Поведение Носителей В графене Двухкомпонентной Волновой функции Что предполагает Дирак Описание С помощью Уравнений Дирака Точнее В безмассовом Случае Это Уравнение Вели А Как мы знаем Что Дираковское Уравнение Вообще говоря Оно подразумевает Вообще говоря Формальная Инвариантность По отношению К лоренским Преобразованием Фактически Здесь Формальное преобразование По отношению К так называемым Псевдо Лоренским Преобразованием То есть Это означает Что Они отличаются От настоящих Лоренских Преобразований То что Вместо Скорости Скорости Света У нас Стоит Вот эта Характеристическая Скорость Графена 10 в 8 См В 300 Раз Меньше См Вообще Говорят Теоретики Не придают Большого значения Этому факту Не придавали Большого значения Этого факта Отмахиваясь Следующим Рассуждением Что Вот Эта Инвариантность Она Нарушается Вообще Кулонским Взаимодействием Всегда Если Рядом С графеном Всегда Есть Какая-то Грязь Заряженной Примеси Которая Очевидным Образом Разрушает Вообще Говорят Лоренское Преобразование Даже Псевдо Лоренское Преобразование Вообще Говорят Само По себе Как Тут Мы Включаем Электрическое Кулонское Взаимодействие Это Вообще Это Псевдо Лоренское Преобразование Тоже Нарушается Но Тем не менее Речь Идет О Принципе То есть Принцип Мы Можем Изготовить Графен Мысленным Образом Имеющий Щель И Абсолютно Чистый То есть С Ненарушенной Трансляционной Вариантностью И Что Это Значит Как Это Понимать Как Это Интерпретировать Я Конечно В В своем докладе Вопрос Это Сложный Довольно И Запутанный В своем докладе Я конечно Не отвечу На этот вопрос До конца Но Некоторые Соображения По этому поводу Выскажу Как я уже Сказал Что Классический Релятивизм То есть Релятивизм Специальная Теория Относительности Не имеет К этому Никакого Отношения Но Тем не менее Закон Дисперсионный Закон Дисперсии Для электронов И дырок В графене Имеет Вот такой Чисто Релятивистский Вид И Если мы Возьмем И посмотрим Как Получим Классическое Выражение Для Скорости Носители С первого Равни Е Клуб Мы Увидим Что Скорость Для Энергии Больше Чем Для Энергии Е Больше Чем Потенциальной Энергии У Мы Имеем То Что Скорость Параллельно Импульсу То есть Это Электрон Для Обратного Соотношения Мы Имеем Что Скорость Антипараллельно Импульсу То есть Это Дырок То есть Мы Сразу Видим Что Даже На Классическом Уровне Появляются Электронные Дырки Сразу Скажу Что Если Записать Динамическое Вравнение Вравнение Движения Для Носителей Во Внешних Полях То Они Имеют Псевдорелятивистскую Форму То есть Такую Как Стандартные Учебников Для Релятивистских Частиц И Для Меня Когда Я Начал Заниматься Этим Делом Для Меня Несколько Удивительно Оказалось То Что Из Самого Факта Релятивистского Вида Закон Дисперсии Вообще В значительной Степени Происходит Очень Значительный Появляется Релятивизм Таким Образом Это Очень Легко Показать Выражение Для Выражение Для Для Скорости Которое Мы получили Которое Было Получено На предыдущем Слайде Можно Записать В таком Виде И Обратив Получить Выражение Для Полной Энергии Для Полной Энергии Вот В таком Виде Мы Видим Прямую Аналогию С Формулы Для Полной Энергии В Специальной Теории Относительности Где Замены Скорости Света На Характеристические Скорости Графена Фактически Ферми Скорости Графена При Малости Вот этого Параметра При условии Малости Параметра То есть В области Малых Импульсов Мы Имеем Обычную Как говорится Нерегтивистскую Аппроксимацию Соответствующих Параболическому Закону Для Динамического Описания Для Динамического Описания Значит Необходимо Нам Использовать Трехкомпонентную Как говорится Условно Говорит Трехкомпонентный Вектор Импульса Энергии Записано В таком Виде Три Компонента Поскольку Здесь Думер Назографен И Энергия Поскольку Мы Во-первых Здесь Мы Можем Сказать Вот что Если Записано В таком Виде То Вот Эта Вот Этот Вектор Не содержит Всю информацию Почему Он Не содержит Всю информацию Потому Что Здесь Отсутствует Величина Дельта Вот В такой Записи Трех Вектор Условно Время Импульса Во-вторых Конечно Эти Компоненты Еще Не Являются Независимыми Потому Что Они Связаны Законом Дисперсии И Поэтому Первые Два Пункта Третий Пункт В том Что В принципе Поскольку Настоящий Револютивизм Здесь нет То Пространство Менковского Мы тоже Не обязаны Слепо Следовать Пространство Менковскому Поэтому Ключевым Пунктом На мой На мой Пунктом Моего Выступления Состоит То Что Мы Вводим Некий Трех Импульс Условно Назвал Но Не В пространство Менковского А В Клинном Пространстве И Записан В таком Виде То Есть Это Первые Два Компонента Это Компоненты Импульса И Третьи Компоненты Это Дельта То есть Это Величина Эдеретические Щели Фактически Здесь Нужно Распользовать Не просто Дельта А плюс Минус Дельта Соответствующие Дыркам Электронам Мы Видим Что Вот Этот Трех Импульс Имеет Абсолютную Величину То есть Квадрат Этого Трех Импульса Это Есть Ничто Иное Как Просто Полная Релятивистская Энергия Электронов Или Дырок Поскольку Исклидово Пространство В отличие от Пинковского Она Очень Наглядна Исклидово Как говорится Трехмерное Пространство Здесь Можно Все Нарисовать И Это Сразу Наводит На Мысль Использовать Следующие Параметаризации То есть Вести Вести Такое Угловое Представление Где Вводится Полярный Угол Тета Таким Образом И Второе Это Азимутальный Угол Азимутальный Угол Соответствует Просто Уголу Фи Это Угол Характеризующий Направление Импульса В двумерной Плоскости Графена То есть Вот это Есть Вот это Пойнтер Так Для Направления Импульса И оказывается Что Вот в этих Переменных Мы можем записать Этот трех Импульс Эвклида В трех Импульс Вот в таком Вот виде Эквивалентном Виде То есть Мы видим Что Фактически Что мы сделали Мы Вместо Описания Вот такого Описания С используя Вот этих Трех Величин Мы вводим Три Другие Величины Первая Величина Является Фактически Инвариантом Поскольку Дельта Здесь Инвариант А Тета И фи Это вообще Вещи Которые Зависит От Систем Отчета По удобствам Такого Описания Состоит В том Что Мы Таким Образом Сразу Оказывается Не теряем Такие Очень Важные Вещи Как Выяснилось Позже Как Электрон Дырочный Формализм И даже Спин Точнее Псевдоспин Вот В таком Описании Можно Посмотреть Что В принципе Каждому Что Это Соответствует Если Так Геометрически Геометрическое Соответствует Следующее Что Каждому Импульсу Верхний Каждому Каждому Электрону Обладающий Соответствующий Соответствующим Импульсом Поставлена В соответствии Точка На Единичной Сфере Так называемой Сферы Пуанкаре Происходит Так называемое Как я читал Математики Говорят Что это Компактификация То есть Мы Верхняя половина Полусферы Соответствует Электронам Нижняя половина Полусферы Соответствует Дыркам Соответственно Тета Изменение Тета В диапазоне От нуля До пи Пополам Соответствует Электронам А Тета В диапазоне От пи Пополам До пи Соответствует Дыркам При этом Знак Косинуса Соответствует Знаку Точек Точек Единичного Вектора Этот Вектор Фактически Такой Эксклидов Трех Вектор В Клидовом Пространстве Как мы Позже Выясним Что Вообще Говоря Это Ничто Иное Как Классический Аналог Спина То есть Это Псевная Спина Значит Можем Вести Так же Такую Величину Как Трехскорость Это Тоже Величина Она Определяется Обычным Образом Через Не через Импульс А через Наш Трех Импульс И Мы Выяснили Что Вот Этот Трех Импульс Он Пропорционален У нас Пропорционально Вот этому Трехскорость Пропорциональна Вот этому Псевдоспину Эта Трехскорость У нас Нормирована То есть Квадрат У него Всегда В любой Системе Отчета Как Равен Квадрату Лелитивистского Варианта Который Является Скоростью Характеристической Скоростью Графени Полную Энергию Полную Энергию Можно записать В виде Скалярного Произведения Скорости На Трех Скорости На Трех Импульс И Квадрат Вот этой Величины Вот это Скалярное Произведение Равен Квадрату Скалярного Квадрата Просто Трех Импульса То есть Если посмотреть На эту формулу Мы увидим Что Н Очень Похоже На Спиновую Матрицу То есть Это в некотором смысле Н Это классический Аналог Псевдоспина В обычной Теории Теории То есть Фактически Мы получили Что Мы Динамик Описываем Как говорится С помощью Вращения В Трехмерном Трехмерном Пространстве Все Наблюдаем Трех Импульс Трехимпульс Напишем Построим Как параметрическую Функцию Вот этой величины Как по функции То есть Энергии Как функции Вот этих двух переменных То есть Как функции Импульсов То мы Имеем Стандартные Два конуса Соответствующие Верхний конус Соответствующий Электрону Нижний Дырка И Они Разделены Запрещенные Зоны Два дельта То есть Энергетической Щелью Оказывается Что Похожие Можно нарисовать И для Для Функции Лагранжа Функции Лагранжа Как известно Ее можно Записать Через косинс Вот таким Макаром Кстати При этом Значит Радиус Вектор Энергии Радиус Вектор Энергии Как функция Тета Эфи Она Он Описывает Он Описывает При разных Тета Эфи Описывает В верхнем Полушарии В верхнем Он В верхнем Полушарии Соответственно С электроном Нижний Плоскость Соответствует Дыркам Значит Вот эти Две Местоположения Радиус Векторов Соответствующей Функции Лагранжа Это вот эти Две Сферы Верхние Сферы Это функция Лагранжа Для электронов Нижние Для дырок То есть мы видим Что вот это Как бы Отображение О3 О3 На 2 Су2 Так сказать Известный Математически Известный Фактор Значит Таким образом Получается Что Любая Динамика Электрона Или дырки В Хрофене Можно представить Как Вращение И преобразование Вот этого Вектора П То есть Если Например Этот вектор П Вращается С постоянной Не меняя Своей Величины Вокруг Оси Z Когда Меняется Только Фи Это Вообще Соответствует Классическим Такой Раби Осцилляции Во внешнем Магнитном Поле И уравнения Движения Будет Точно Такими Ж Это Очень Просто Но Когда У нас Тета Меняется То есть Когда У нас Тета Константа У нас Энергия Константа Но Когда У нас Тета Меняется Преобразование С увеличением Тета Это Преобразование Соответствует Изменению Энергии И импульса Дальше Сдвиг Вот Этой Сферы Сдвиг Начало Вот Этой Сферы Соответствует У нас Выбор Новая Система отсчета, инерционная система отсчета. Поскольку мы видим, что это все описывается вращением трехмерного вектора в эвклином пространстве, то это дело можно описать генератором SO3 известным образом. Они точно такие же, как в обычном пространстве. Это генераторы. Здесь важно понимать, что вращение вокруг оси Z — это просто вращение по углу φ. Это фактически просто угловой момент. Это оператор, генератор углового момента. Немножко вращение GX и GY — это вращение с изменением энергии. И они связаны, это не то же самое, что преобразование Лоренца, но из них можно получить преобразование Лоренца. Дальше утверждение следующее, что каждый нормализованный трехимпульс, то есть псевдоспин, в произвольной системе отчета, любой, вернее, нормализованный трехимпульс в любой системе отчета, может быть получен с помощью вращения вот этого псевдоспина в систему отчета, где частица покоится. Давайте это продемонстрируем. Мы сейчас продемонстрируем приготовление классического псевдоспина вот в этом SO3-пространстве, исходя из состояния покоящегося электрона в системе, где он покоится. В системе, где он покоится, у нас PX и PY равняются нулю, а энергия равняется просто дельту. Это 0,0 единица. Для того, чтобы получить этот псевдоспин в любом другом, фактически можно повернуть поворот вокруг двух осей. Сначала мы поворачиваем вокруг оси θ, например, на угол θ вокруг оси Y. При этом это фактически соответствует бусту в направлении оси X. То есть у нас энергия в направлении оси X меняется. И соответствующий второй поворот, это и есть поворот вокруг оси Z. Это и есть просто чисто такой поворот в плоскости графена. Эти два поворота, это просто перемножение вот этого вектора, трех вектора на матричные экспоненты, довольно известный факт. И мы получаем псевдоспин уже любой наперед заданный. И восстанавливая, переходя от псевдоспина опять к размерному виду, мы получаем опять импульс, трех импульс в той форме, в которой мы изначально записали. Теперь то же самое мы попытаемся сделать для квантового случая и установить некую корреляцию, некое соответствие между квантным случаем и классическим. Как я уже говорил, оно соответствует некому изоморфизму между SO3 группами и SO2 группами. Так вот, энергия в SO3 у нас записывается, как мы только что видели, в таком вот виде. А энергия в квантовом случае у нас записывается уже, это скалярная величина, как говорится, а энергия в квантовом случае, мы вот этот N, вектор N заменяем на вектор Сигма, то есть это вектор матрицы Пауля. Получается, что Сигма на П это у нас просто вот эта величина. То есть получается, что мы как бы установили однозначно соответствующий к классическому квантовому описанию и повторим ту же самую, так сказать, процедуру. То есть мы хотим получить из состояния покоящегося электрона, который характеризуется волновой функцией такой, вот эта волновая функция покоящегося электрона. Значит, и второе, и дираковский гамильтониан в покоящей системе, он имеет такой вид, потому что П импульс здесь равняется нулю, поэтому не диагональный компонент равняется нулю. Ну и, соответственно, простейшим способом мы делаем здесь, я уже заканчиваю, да, мы делаем здесь унитарное преобразование такого вида, то есть точно то же самое. То есть сначала мы поворачиваем вокруг оси Y и потом вокруг оси Z. То есть это вокруг оси Y, это соответствует повороту на угол θ, а это вокруг оси на угол φ. И, соответственно, мы получаем, первое, что мы получаем, это мы получаем, мы можем получить, например, волновую функцию для электронов и для дырок, и второе, мы можем получить и сам вид дираковского гамильтониана уже в той системе отсчета, где он не покоится, так сказать, электрон, а, как говорится, движется. То есть таким образом, ну, на этом я закончу, я думаю, что уже как раз время мое закончилось, и моя презентация тоже закончилась. Краткое заключение состоит в том, что, значит, динамикой частицы графена в запрещенной зоне демонстрирует некий псевдорелятивистский характер. Был введен, предложен некий эвклинский формализм трех векторов. И показано, что этот формализм позволяет описывать классический квантовый псевдорелятивизм в системах, похожих на графен. Спасибо за внимание. Пожалуйста, один вопрос. Можно ли сказать, что у вас появилось два псевдоспина, квантовый и классический? Первый связан с тем, на какой подрешетке находится электрон, а второй возник из трехмерного вектора, который вы ввели? Да нет, я думаю, что это, как вы говорите, по принципу соответствует одно и то же. То есть просто проекция псевдоспина на... Фактически получается, что проекция псевдоспина в классическом случае, он... есть положительная проекция и отрицательная. Положительное соответствует электрону, а отрицательная дырка. По положению электрона на подрешетке А и Б изначально соответствует двухкомпонентный столбец. Ну, вот у вас вместо матриц дырка в уравнение входит матрица Паули, правильно? Нет, ну... Двухкомпонентный изначально... Мы получаем уравнение дырака или дырака именно в том виде, в котором, так сказать, оно имеет место, так сказать, в графене. То есть уравнение дырака в графене, оно немножко не такое, как в обычной элективистской... Похоже, но не то же. Ну, там входят матрицы Паули. Да. Вот я и говорю, матрицы Паули действуют на двухкомпонентный столбец. Физический смысл элементов столбца – это амплитуда вероятности нахождения подрешетка. Да, 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 именно так. Его тоже называют псевдоспином. А это то же самое есть. То, что у вас? Да. То есть в квантовом случае это тоже тот псевдоспин, о котором всегда идет речь во всех работах по графену. Спорить о том, является ли это настоящим спином, так сказать, или не настоящий спин... Это да, это... Ну, то, что по принципу соответствия, просто здесь очевидно, что, как говорится, спиновая матрица соответствует вот этому нормализованному трехмерному импульсу, который фактически является в некотором вот этом, вот таким образом организованном эфлиновом пространстве, вот это точно совершенно. Ну, просто если даже дельта у вас равна нулю, тот спин существует, псевдоспин, а ваш вектор оказывается в экваториальной плоскости. Когда у нас... Нет, в экваториальной плоскости он оказывается только в одном случае, когда у него скорость равняется скорость в ноле, то есть в характеристической скорости ракеты. Он никогда... Если у нас не нулевая дельта, не нулевая дельта, то он никогда не будет соответствовать. Я говорю как раз про нулевой, про случай нулевой дельты. Для нулевой дельты у нас все соответствует... Лучше тета у нас равняется пи пополам. И практически все тоже сохраняется. Весь формализм, о котором я бы здесь говорил, оно полностью сохраняется. Спасибо. Пожалуйста, еще вопрос один. Доклад очень интересный, и поэтому хочется уточнить фундаментальную вещь. Вот здесь вы говорите о массе, но мы привыкли к тому, что это мера инертности, что это связано с энергией частицы или с весом ее. А вот как здесь определяется масса? Я помню, что в курсе твердого тела она все-таки как мера инерции, а у вас здесь постоянная скорость. Ну, это эффективная масса, как говорится. Она, конечно, не имеет никакого отношения к массе, так сказать, гравитационной массе. Но, как я уже говорил, что в принципе-то графен, монослойный графен с ненулевой запрещенной зоной, он пока еще достоверно не получен. Но, тем не менее, например, можно записать уравнение динамики для безмассовых электронов, и они имеют вид, совершенно точно имеют вид, совершенно релятивистский вид. Ну, таких работ много, и я в том числе этим делал. То есть это, более того, я могу даже сказать следующее, что, например, такие вещи фундаментальные, как клееновское туннелирование, когда электрон там налетает на стенку потенциальным гальвером, если он налетает прямо перпендикулярно этой стенке, то, что он проникает за эту стенку, следует прямо из классических законов динамики, потому что он не может повернуть. То есть если он чуть-чуть под каким-то большим углом, то возникает поворачивающая сила. А если он перпендикулярно, он может идти только вперед, потому что безмассовый электрон, его нельзя ускорить в направлении движения, нельзя ускорить безмассовый электрон в направлении, скажем, электрического поля. То есть если электрическое поле совпадает с направлением скорости, он не ускоряется, он идет всегда вперед, потому что у него максимальная же скорость. А когда он чуть-чуть под углом к электрическому полю, у него увеличивается энергия. Скорость не увеличится, энергия не увеличится. И он просто начинает заворачивать. Он просто начинает заворачивать. А здесь он перпендикулярно не заворачивает и идет просто вперед. То есть как бы это видно даже без всякой квантовой механики. То есть это чисто из динамических классических механических законов следует. Еще вопросы есть? Да, у меня вопрос вот какой. В контексте того, что вы только что сказали про электроны. Значит, обычно фермионы, для того, чтобы смоделировать фермионы, нужно как бы выделить направление, где определить спин вверх. И нужны веербены. А вы можете смоделировать эти самые веербены, которые выделяют направление вверх, направо и прочее через графин? Значит, я не понял вопрос. Ну, вот когда вы пишете уравнение Дирака, вы пишете гамма-матрицы. Дальше. Значит, гамма-матрицы, вы можете так спросить. Вот чем отличается направление 3 от направления 1 и 2? Вот чем отличается? Ну, отличается заданием веербенов. А можете ли вы смоделировать веербены через графин? Я не знаю, что это веербен просто, но направление 1, 2, 3. 1, 2 – это направление, соответствующее импульсу. Это просто, как говорится, два импульса. А сигма-3 соответствует просто вот этому направлению третьей компоненты вот этого эвклигного пространства, дельта. Дельта плюс-минус дельта. Ну, просто можно показать, что... Я сегодня буду еще показывать. То есть сигма-3, он приводит к тому, что у нас на диагонали матрицы Дирака появляется сверху дельта, а внизу минус дельта. Ну, как в обычном, в любом гаммельтоньяне Дирака. Поблагодарим докладчика. Уважаемые докладчики, значит, есть просьба. Словосочетание на самом деле использовать как можно осторожнее. Потому что после обеда оно может иметь очень страшную силу. Всем приятного аппетита. Наша работа. Сергей Викторович Сипаров прихворнул, поэтому Гладышев попросил вести сегодняшнее заседание меня, с кем мы не очень знакомы, представлюсь. Челноков Михаил Борисович, кафедра физики. Разрешите в начале буквально две минуты мне хотелось сказать по вопросу достаточно общего характера. Вот у нас не раз возникал вопрос о том, подтверждается ли данная концепция, данная теория экспериментом. Вроде бы ответ может быть только да или нет. На самом деле логика отнюдь не такая двузначная. И все это знают, но нередко упускают из вида. Я подчеркну только три момента очень коротко. Во-первых, результат эксперимента может быть отрицательный. Джозеф Вебер, один из самых блестящих экспериментаторов 20 века, американский физик, в 1959 году начал эксперименты по обнаружению гравитационных волн. Через несколько лет он объявил об устойчивом приеме. Дело шло к Нобелевской премии. Чем закончилось, вы знаете, крахом. Второй момент. Все эксперименты на сегодня косвенные. И вопрос интерпретации эксперимента, это очень серьезный вопрос. Я напомню абсолютно банальных два момента. Теория теплорода и теория эфира в свое время, вы знаете, блестяще подтверждалась экспериментами. Ну вот, и последнее, что мне хотелось бы сказать в связи с этим, ну или нет, пожалуй, я действительно больше не буду тратить время. Пожалуйста, значит, у нас доклад Левина сегодня. Сегодня, я думаю, вы заголовок сами объявите. Прошу. Мое сообщение посвящено стандартной измерительной задаче, идентификации шкалы космологических расстояний. Однако, значит, в моем сообщении есть определенная особенность. Она связана с тем, что задача решалась не от теории к измерениям, а наоборот. От измерений к теории. Поэтому здесь в каком-то смысле отражена специфическая метрологическая точка зрения. А именно, самое короткое определение, что такое метрология, это математика в железе. Тем не менее, следует различать физическую реальность и ее математическую идеализацию. Поэтому метрологи никогда не спрашивают у исследователей, где они взяли то или иное средство. Они просто прикладывают его к протоколам измерений. В данном сообщении рассматривались не все возможные модели шкалы космологических расстояний, а именно выраженные через красное смещение, а только две группы. Одна группа моделей получена на основе строгого решения уравнения Маттига. То есть это модель Фридмана. И вторая группа моделей — это интерполяционные модели, так называемые, с точками разрыва второго рода. Эта задача решается в условиях того, что в космологии получен целый ряд так называемых неожиданных результатов. Первый неожиданный результат связан с тем, что диаграмма Хаббла, которая положена в основу шкалы космологических расстояний, имеет существенный статистический разброс тех данных, которые в нее внесены. Второе обстоятельство связано с проблемой ненаблюдаемого вещества. Кроме неправильного, так сказать, неньютоновского характера вращения спиральных галактик, есть еще ряд факторов, которые связаны с этим, но обычно о них не упоминают. На этом вопросе мы остановимся более подробно. Третье обстоятельство — это независимость результатов усреднения потока Хаббла от расстояний. Четвертое обстоятельство — что два основных параметра космологических моделей, а именно параметр Хаббла и параметр ускорения, за короткое время относительно, можно сказать так, в течение XX века, претерпели слишком сильные изменения, что вызывает целый ряд вопросов. Следующее обстоятельство. Во многих космологических моделях шкалы расстояний не учитывается собственное красное смещение объектов. Ну и среди прочих так называемых неожиданных результатов является совмещение диполей различного рода, включая красное смещение, микроволновой фон, опекс движения Солнца, даже неоднородное распределение возможных значений не только параметра Хаббла, то есть анизотропия Хаббла, но и анизотропия, параметра, ну, кто называет его ускорение, кто замедление. Будем называть его ускорением, что оно может быть и отрицательным. Кроме того, существует целый ряд неожиданных результатов экспериментов в области микроволнового излучения, связанных с обработкой статистических данных. Первое обстоятельство связано с тем, что сразу же было выяснено в эксперименте имени Вилкенсена, что геометрия Вселенной практически эвклидова. Второе обстоятельство, что сама стандартная лямбда CDM-модель поражена по словам именно представителей самой группы в МАП, так называемой дегенерацией. Она связана с корреляцией между параметрами этой модели, и в число коррелятов как раз входят вот эти самые темные энергии, темное вещество и прочие, как говорится, плотности. Следующее обстоятельство связано с тем, что та же группа в МАП заявила, что увеличение числа параметров модели привело к увеличению точности подгонки модели под экспериментальные данные. Однако при этом погрешность и неиндекватность самой модели при этом не учитывались. Ну и очень важное обстоятельство то, что вероятность согласия данных, полученных на основе стандартной космологической модели, по так называемому хи-квадрат критерию, обладает очень малой вероятностью согласия. А по данным, которые получены Планком, по заявлению самой группы коллаборации Планка, значит, отдельные отклонения превышают, по их словам, допустимые погрешности. Ну и кроме того, основным, скажем, основным свойством результатов, полученных в этих экспериментах, это отсутствие прогресса точности, которое связано с так называемым явлением корня из n, это объем статистики. Точность по оценкам, как говорится, участников этих проектов возрастала на единицы процентов, а должна возрастать обратно пропорционально корню квадратному из объема выборки. Значит, во всех дальнейших результатах, которые приведены на экране, в нижней части экрана даны ссылки на источники, поэтому, как говорится, сразу можно свои вопросы адресовать к источникам. Здесь показана диаграмма Хаббла, на этой диаграмме видно, что ее основной характеристикой является стандартный наклон характеристики положения, равный 0,2 в логарифмическом масштабе, и большое рассеяние объектов, включенных в эту диаграмму, относительно этой характеристики. Однако, проверка этих данных, когда в модель характеристики положения все параметры закладывались как свободные, подтвердила, что да, действительно, параметр наклона характеристики положения Хаббла и для квазаров, и для радиогалактик очень близкий к значениям 0,2, если выбирать в качестве аргумента наблюдаемые звездные величины. Очевидный дефект диаграммы Хаббла состоит в том, что с самого начала для галактик, находящихся на равных расстояниях, был получен статистический разброс красных смещений. Однако этот статистический разброс почему-то считается пренебрежимо малым и в оценках расстояний не учитывается, потому что считается, что чем дальше, тем пикулярная составляющая становится меньше, и ей вообще можно пренебречь. В отношении так называемого неизблюдаемого вещества следует отметить, кроме того, что уже отмечалось у нас на конференции, а именно факт того, что еще в 1973 году Робертсон и Ротт обратили внимание на не ньютоновский характер вращения спиральных галактик, к этому нужно добавить еще кое-какие обстоятельства, а именно оказалось, спустя примерно 10 лет Хелтон Арп обнаружил, что красное смещение карликовых галактик-компаньонов в составе центральной спиральной галактики систематически выше красного смещения центральной галактики. При этом компаньоны находятся как впереди картинной плоскости, так и позади картинной плоскости. Ну и кроме того, уже в последние годы 20 века был обнаружен так называемый пик локальной постоянной Хаббла, примерно соответствующий значению 90 км в секунду на мегапарсект на расстоянии примерно 1,5-2 мегапарсека, что указывает на некую странную субстанцию, которая нас окружает. Следующее обстоятельство, которое можно заметить более подробно, это дрейф параметров основных. Вот в частности здесь показан, как в течение 20 века параметр Хаббла изменялся от 530 км в секунду до 67,9 км в секунду, по данным Планка, что прежде всего указывает на то, что, возможно, в космологической модели была неверно выполнена ее параметризация. То есть посчитали постоянными те величины, которые на самом деле меняются. Но на этот вопрос пока ответа нет. То же самое следует сказать и о параметре ускорения. Он начал свою историю от 2,6, а закончил в минусе, да еще с наличием анизотропии. Минутку. 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 В середине 60-х годов Хелтон Арп выступил с такой инициативой, в которой объявил, что красное смещение квазаров не имеет в основном космологической природы и связано с самими квазарами. Его гипотезу поддержали известные исследователи квазаров Джеффри и Маргарет Бурбиджи. По этим данным Хайдаровым было построена регрессионная модель, из которой следовало, что собственное красное смещение квазаров определяется выражением, которое было названо К-эффектом. В свое время еще Бурбиджи предлагали в качестве основной модели красного смещения две составляющие – это гравитационную и доплеровскую. Но поскольку одна часть космологов считала, что главная здесь доплер, а другая наоборот, то совместно эти две составляющие, как правило, не рассматривались. Однако проверка этой формулы на примере Солнца показала, что расхождение все-таки не такое, как приведено в этой работе Хайдарова, а на порядок. Поэтому пришлось уточнять физическую модель красного смещения квазаров. Но если внимательно полистать астротизический компендиум Карла Ленга, то можно найти ряд формул, которые позволяют отметить два важных обстоятельства. Первое обстоятельство – это то, что правильно в этой формуле указана связь с абсолютной звездной величиной объекта. А второе обстоятельство – это то, что можно выразить собственное красное смещение квазаров как чисто гравитационное. И соответствующая формула здесь приведена. Ну и несколько слов о так называемой стандартной космологической модели. Вот здесь приведены данные за последнее время, которые получены по оценкам ее параметров. Из этих данных следует, что вообще-то говоря, поскольку объем данных увеличивается, а среднее квадратическое отклонение должно, как говорится, уменьшаться обратно пропорционально корню из n, то этого явления, к сожалению, не наблюдается. Но не это стало одной из главных причин, что эта модель подвержена дегенерации. Здесь приведены данные, полученные Планком. И красным выделены те слова из их отчета, в котором указана причина, почему стандартную космологическую модель следует серьезно уточнить. Это явление в математической статистике известно, называется стахастическая мультиколлинеарность. Здесь показаны или перечислены основные факторы, которые приводят к явлению стахастической мультиколлинеарности. И хотелось бы обратить ваше внимание на верхний график, в котором написано, что если модель у нас относится к числу примитивных с малым числом параметров, то ее усложнение может приводить к кажущемуся эффекту повышения точности, что и произошло с этой самой, как говорится, лямбда-CDM моделью. Здесь конкретно перечислены данные, которые даны в отчете за 5, 7 и 9 лет этого эксперимента. И указаны конкретные факторы, которые входят в эту корреляцию. Что же касается увеличения числа параметров, то здесь сразу видно, что погрешность неадекватности здесь не учитывалась. Поэтому было предложено рассматривать нелинейные модели. Но однако нелинейные модели без учета собственного красного смещения эффекта уменьшения рассеяния не давали. Сергей Федорович, я прошу прощения, наше время истекает. Вы знаете, что у нас с этого заседания не 30, а 20 минут. Так что, пожалуйста, заканчивайте. Оказалось, что существенного изменения рассеяния относительно этих данных не было получено. Но вот когда было учтено собственное красное смещение, то эффект превзошел все ожидания. Во-первых, красное смещение во многих случаях настолько уменьшалось, что просто сводилось к машинному нулю. Это позволило утверждать, что в этом случае можно говорить об изотропии космологической составляющей. И, соответственно, уравнение шкалы космологических расстояний, оно приобрело вид уже не одного аргумента, а функции двух аргументов, причем все величины там наблюдаемые. Однако более точное рассмотрение этой модели показало, что необходимо еще учитывать так называемую эффективную температуру. Поскольку данные об эффективной температуре квазаров по каталогам отсутствуют, то была разработана программа, которая позволяла моделировать ситуацию, и тогда можно было построить более точную шкалу. К этим результатам следует добавить так называемые совпадения. Одно из самых замечательных совпадений составляет в том, что если нелинейные модели, которые были приняты в качестве основной и дали лучшие результаты, дать ей чисто доплеровскую интерпретацию, то оказывается, что ее начальное значение совпадает с аномальным ускорением пионеров. Дальше. Ее конечное значение совпадает с нулем, потому что это на границе горизонта, и имеется максимум. И вот в отношении максимума оказалось, что независимо от того, какова эффективная температура квазаров, этот максимум припадает как раз точно на эпоху ускоренного расширения Вселенной. Ну, это, пожалуй, самое интересное совпадение. Здесь даны официальные, как говорится, заключения по этому вопросу. Ну, и вывод такой по работе в целом, что, во-первых, ее следует рассматривать как иллюстрацию более аккуратного применения математической статистики. И, к сожалению, этот недостаток отличает и работы наших известных групп, как в эксперименте Уилкинсона, так и в эксперименте Планка, к сожалению. Спасибо за внимание. Спасибо. Прошу вопросы, максимум два вопроса, коллеги, у нас мало времени. И прошу вопросы формулировать четко и коротко, и отвечать так же. Нет вопросов? Сергей Федорович, спасибо большое. Спасибо. Так, прошу, Баргашкин следующий. Спасибо. Приготовиться Литвиново. Спасибо. 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 Уважаемые коллеги. Моя работа направлена на получение оценки анизотропии параметра, значений параметра, распределения значений параметра Хаббла по небесной сфере на основе известных астро- и фотометрических данных каталога квазаров Верон Сейти. Я приношу извинения за то, что в ходе сбоя моего компьютера у меня произошла такая хаотизация алистративного материала. Я буду комментировать. Направление данной работы увязано с тем, что в интернете содержится ряд оценок распределения значений параметра Хаббла по небесной сфере. В частности, по-моему, две или три подобные оценки были упомянуты в предыдущем докладе. Я в качестве иллюстрации привожу оценки, слева выполненные, путем поиска новых данных об объектах типа стандартная свеча, как о побочном эффекте. Справа данные, которые содержат распределение параметра Хаббла установлены, полученные путем разделения космологического смещения и пикулярных движений галактик местной группы. Я обратил внимание на то, что числовые значения параметра Хаббла изменяются в достаточно широком диапазоне, принадлежащем примерно интервалу от 55 до 90 км в секунду на мегапарсек. Близкие данные также указаны были в предыдущем докладе. Я обращаюсь к аудитории с просьбой, если кому-то известен ответ на следующий вопрос. Есть ли теоретические ограничения на флуктуации постоянной Хаббла по небесной сфере, просто поделиться подобными источниками, поскольку мне такие литературные источники по крайней мере неизвестны. Может быть, все такие данные следует считать, скажем так, погрешностями экспериментов в силу каких-то ограничений. Далее я хотел бы поделиться непосредственно теми результатами, которые мною были получены. Перед вами распределение параметра Хаббла по северному полушарию небесной сферы, выполненному в галактических координатах. Для иллюстрации, небесная сфера была разбита на ряд кольцевых поисков по галактическому прямому восхождению. В данной непосредственно учислительной схеме небесная сфера была разбита, значит, так сказать, по прямому восхождению на 48 участков. Для того, чтобы площади окон выборки, по которым интегрировался параметр Хаббла, оказывались одинаковыми, разбиение по координате склонения, естественно, было неравномерным. Вот здесь представлены 24, так сказать, участка разбиения по координате прямого восхождения. Линии графика условно показывают, каким образом изменялся параметр Хаббла. Сейчас более подробно, так сказать, я на этом остановлюсь. Замечу, что нижняя часть, вот где-то до 30 градусов по склонению, это, естественно, область засветки ребром нашей галактики. Значит, там, где, так сказать, отсутствуют, вот, так сказать, линии графика, также не были, так сказать, в каталогах, так сказать, квазаров не содержится сведения, несмотря на то, что, скажем, в каталоге Веронсети, последнее 13-е издание, это порядка 160 тысяч данных. В каталоге кандидатов в квазары таковых обозначено более миллиона. И в каталоге Слоун, ну, там немножко по другому принципу составлялся, значит, так сказать, это седьмое издание и восьмой релиз, там добавка, там содержится около 108 данных по астро- и фотометрии квазаров. Ну, вот, замечу, что на предыдущей картинке, которую я показывал, которая получена на основе исследования пикулярных движений, там просматривается дипольная и квадрипольная составляющая распределения параметра Хаббла по небесной сфере. Мне кажется, что здесь также можно, так сказать, выделить соответствующим образом, значит, так сказать, дипольную и квадрипольную составляющую. Ну, к сожалению, южная полушария небесной сферы оказалась очень слабо охваченной, извините, галактической небесной сферы, естественно, оказалась слабо охваченной результатами измерений, и эти результаты оказались очень сильно регулярны. Поэтому здесь я решил не предоставлять соответствующие данные, и поэтому у меня нет возможности сравнить интегральные оценки распределения параметра Хаббла, скажем, по северному полушарию и отдельно по южному полушарию, для их сравнения, ну, скажем так, как это делали, так сказать, для оценки, так сказать, постоянной тонкой структуры, один из предыдущих ораторов. К сожалению, такой возможности сделать нельзя, просто не хватает данных по квазарам. Что же здесь изображено? Вот здесь показаны, значит, здесь, так сказать, красные линии. Это, значит, непосредственно распределение оценок по координате прямого восхождения по одному из кольцевых поисков. Напоминаю, что, значит, так сказать, вот северное полушарие, так сказать, галактической небесной сферы было разбито на 24 штуки. Вот эта, так сказать, картинка соответствует, скажем так, оценкам Хаббла, которые имеют максимальный размах. То есть он составляет примерно, так сказать, здесь от 55, ну, я здесь беру коричневую аппроксимирующую линию, до примерно, так сказать, 90 километров в секунду на мегапарсек, но это максимум, так сказать, примерно соответствует он, значит, как я уже сказал, где-то, так сказать, 12 километров в секунду на мегапарсек, так сказать, это амплитуда, но остальные давали амплитуду в пределах 5, значит, так сказать, 8 километров в секунду на мегапарсек. Значит, синие линии сверху и снизу, это оценки среднеквадратического отклонения, среднего в пределах между соседними участками, то есть между соседними окнами выборки. Коричневая линия, значит, это аппроксимация с сохранением одной, так сказать, постоянной и двух гармонических составляющих. Здесь показана та же самая линия, красная, так сказать, линия, так сказать, соответствует, значит, так сказать, вот верхней, так сказать, линии оценок. Две синие линии, это первая и вторая гармонические составляющие. С коричневой линии, опять-таки, соответствует оценке погрешности в пределах плюс-минус, так сказать, одно среднеквадратическое отклонение среднего. Таким образом, когда я показал, так сказать, вам, так сказать, полученные результаты, я хотел бы сказать о том, как эти оценки были получены. Ну, как я уже сказал, в качестве основы была взята астро-фотометрия каталога Верон Сетти. Ну, поскольку один из предыдущих ораторов рассматривал в основном, даже не один, а два, каталог слоновского цифрового обзора неба, я хочу сказать, что с моей точки зрения, для выполнения данной работы было наиболее уместно взять именно Верон. Почему? Потому что он содержал целый класс квазизвездных, несколько классов квазизвездных объектов, в то время как слон содержит только объекты, относящиеся к, собственно, квазарам. Здесь содержатся также объекты типа активных галактических ядер. В основном они разделяются условно по абсолютной звездной величине. Это разделение идет вблизи оценки среднего по всем квазизвездным объектам, и поэтому усечение выборки, которое делает слон в сравнении с Вероном, мне показалось, так сказать, вот, ну, по крайней мере, для приблизительного анализа, недопустимо. Далее. Формула 1. Это стандартная формула для расчета абсолютной светимости квазаров. Хочу сказать, что поправки К и Дельта М вводились авторами каталога как Слоновского, так и Вероновского. Иногда, так сказать, эти добавки составляли до шести абсолютных звездных величин, и поэтому я предпочел не лезть, так сказать, не вмешиваться в авторские расчеты абсолютной звездной светимости при дальнейшей статистической оценке. Далее. Величина D выражается, таким образом, так сказать, через постоянную Хабблу. Хаббл, извините, естественно. Так сказать, ниже в нижней части, так сказать, листа приводятся те числовые значения, которые были заложены в расчетные данные каталога. Значит, поскольку эти данные впоследствии уточнялись, но, тем не менее, так сказать, в силу того, что я сказал, что в данный каталог вмешиваться не стоит произвольным образом, естественно, так сказать, мне пришлось оставить те оценки параметров, которые были заложены в каталог, так сказать, теми, которыми, так сказать, воспользовались авторы. Идея моих расчетов состоит в следующем. Значит, вот данную формулу можно представить в виде четыре, где в левой части стоит абсолютная звездная величина Аквазаров, правая часть содержит относительную звездную величину, так сказать, в биометрической системе B, далее идет функция параметра Хаббла, и далее идет функция красного смещения. Если разбить небесную сферу на окна выборки и по каждой из них отдельно, и по каждой из них, так сказать, записать вот это выражение и просуммировать, то получится выражение типа 5. Если теперь воспользоваться подобным же выражением для какого-либо другого участка небесной сферы или для всей небесной сферы целиком, получается аналогичное 5, выражение 6. Если я вычитаю из 5 и 6 и допускаю одно, выполняю одно допущение, которое говорит о том, что 5 и 6 – это есть реализации одной и той же выборки, при условии, что эти реализации содержат одинаковые средние значения, то разность выражения 5 и 6 дает 7. В левой части, естественно, возникает разность средних значений, которые при условии того, что это две одинаковые реализации, дают 0. Правая часть содержит разность функций относительно звездной величины и красного смещения. Ясно, что это утверждение содержит погрешности. Первое. Мы, естественно, с известной долей допущения говорим о том, что одна из выборок является, скажем, реализацией другой генеральной совокупности. Вторая, то есть правая часть, содержит погрешности, естественно, измерения красного смещения и относительно звездной величины. Поэтому в дальнейшем я вынужден был, так сказать, ограничить часть выборки по небесной сфере таким образом, чтобы среднее квадратическое отклонение среднего между соседними окнами выборок оказалось меньше, чем полученная разность средних значений. И тогда разность средних значений можно будет, так сказать, объяснить тем, что в соседних направлениях на небесной сфере реализуются различающиеся значения параметра Хаббла. То есть, если я полагаю, что в двух соседних направлениях содержатся две оценки, H1 и H2, то повторяя, так сказать, вычисления, так сказать, 1 и 7, так сказать, выполняю, так сказать, и учитывая, что разность в скобках 8 равна нулю при выдвинутом мною допущении, получается, что разность средних значений абсолютных звездных, так сказать, величин квазаров, так сказать, является, так сказать, или позволяет вычислить отношение оценок параметра Хаббла в двух направлениях небесной сферы. Еще раз хочу подчеркнуть, что я не оцениваю само значение параметра Хаббла, то, которое заложено в составлении каталогов. Я же говорю, что если, допустим, одно из этих значений, например, H2, является тем, которое заложили, так сказать, авторы каталогов 71, и если я теперь рассчитываю абсолютную среднюю светимость квазаров по всей небесной сфере и называю ее M2, то в этом случае я могу лишь рассчитать, во сколько раз, так сказать, значение параметра Хаббла в некотором направлении небесной сферы отличается от заложенного в каталог. Если в ходе дальнейшего уточнения значения этих параметров выяснится, что в каталог нужно заложить новое значение или пересчитать при этом абсолютные светимости квазаров, то, естественно, эти расчеты необходимо будет повторить для получения новых оценок. Таким образом, я повторяю, не вмешивался в расчеты непосредственно абсолютных звездных величин, но просто хочу показать, какие статистические допущения были приняты. Вот это распределение оценок параметра Хаббла, извините, оценок абсолютной звездной светимости квазаров по участкам небесной сферы. Напоминаю, что здесь их, так сказать, 48 на 48. Средняя часть, вот, так сказать, здесь неравномерный масштаб, вот эта граница фиолетовая соответствует плюс-минус 30 градусов. Дальше, так сказать, ну, с учетом того, что разбивка по склонению шла неравномерно, у меня, так сказать, здесь как бы идет сильное сжатие к полюсам. У вас осталось 2 минуты. Спасибо, спасибо. Значит, таким образом, таким образом, так сказать, я пропускаю, так сказать, ряд непосредственно расчетных и статистических иллюстраций. Хочу сказать следующее, что таким образом предложен метод оценки анизотропии параметра, распределения параметра Хаббла по небесной сфере. Второе, значит, так сказать, была предпринята попытка, значит, так сказать, вот получения соответствующих оценок. Хочу заметить, что такая же оценка была мной предварительно выполнена и по каталогу Слоун, и по каталогу, значит, объектов, значит, так сказать, галактик, так сказать, объектов крупномасштабной структуры Вселенной с разбивкой, так сказать, по окнам выборки, превышающими, естественно, характерный шаг неоднородности, значит, крупномасштабной структуры Вселенной в угловых единицах, чтобы избавиться от этой неравномерности. Там также были, так сказать, выявлены подобные флуктуации. Значит, последнее, что я хотел бы сказать, что поскольку, значит, так сказать, вот можно выполнить дискретизацию не только по направлениям небесной сферы, но и по красному смещению, то с учетом даже того явления, которое, значит, вот было описано в предыдущем докладе, можно, варьируя значение параметра ускорения Вселенной в разных направлениях, попытаться оценить анизотропию, как мне кажется, углового ускорения, распределение углового ускорения, а также параметров плотности Вселенной, так сказать, и сравнить данные по различным моделям, которые также, скажем, были приведены на различных листах предыдущего доклада. Благодарю за внимание. Коллеги, прошу вопросы. Да, извините. Хорошо. У меня такой вопрос, ну, хотя, может быть, это уточнение, все-таки более четко. Скажите, пожалуйста, если мы выберем два направления, отличающиеся плотностью вещества, в каком случае параметр Хаббла больше, где много звезд или где мало? Вы знаете, поскольку мне нужно заглянуть в конкретные данные, так сказать, чтобы не наврать, так сказать. Можно я загляну, они у меня данные есть, и подойду к вам в кулуаре? Пожалуйста. Еще вопросы? Прошу. А вот вы говорили про анизотропию, которую определяли там по очень удаленным квазарам. А вот не сравнивали ли вы свои данные с тем, что делал Караченцев по анизотропии, так сказать, по ближним галактикам он тоже что-то там выявлял такое? Не сравнивал, если можно, дайте, пожалуйста, ссылку, но, очевидно, она аналогична, вот, может быть, той, которая вот приводилась мною на второй странице. Я не помню авторов, сейчас я посмотрю. Сейчас, сейчас я посмотрю, просто извините, я волнуюсь, начал забывать. Да, 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 вот Сергей Фёнович лучше разбирается у меня. Вот, так сказать, этот источник. Здесь, так сказать, автор, к сожалению, уж извините, не упомянул. Тогда, если можно, вы мне дадите ссылку, я буду очень благодарен. Да, то есть имеется у души у меня, так сказать, вот имеется, ну, вот я уж извините, так сказать, в виде таких вот двух волн. И если преобразовать к той карте, которой они даны, там тоже до определенной степени есть похожесть. То есть в основном выделяются первая составляющая и вторая составляющая. Они смещены по фазе, получились у меня немножко. Но немножко это надо смотреть. Спасибо. Так, последний вопрос, прошу. Вы хотели? Нет? Вопросы сняты. Спасибо большое. Спасибо. Так, пожалуйста, Литвинов. Приготовится Думен. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. Спасибо. . . Спасибо. . 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 Спасибо. . 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 Убильность которого порядка 10-15 на временах порядка нескольких суток. После накопления 100 орбит точность измерения параметра epsilon, выражающего отклонение от формулы, предсказанной Эдштейном, составляет 10-6. Для более точного цезиевого фонтана точность может составить 10-8. Правда, стоит упомянуть, что цезиевых фонтанных бортовых часов пока что в космосе еще не было. Однако на точность космических экспериментов влияет не только параметры часов, но и параметры линии связи. Сдвиг частоты по трассе от космического аппарата к станции слежения изменяются за счет эффекта доплера первого порядка, это основной эффект, эффекта доплера второго порядка, гравитационного сдвига частоты, а также вкладов ионосферы и тропосферы. Первый и остающийся на сегодняшний день эталонный эксперимент данного типа был выполнен в 1976 году снова американскими исследователями под руководством Роберта Виссо и Мартина Ливайна. Ими была достигнута точность проверки формулы порядка четырех знаков после запятой, то есть сотой доли процента. Ими был использован также, как и на радиоастроне, водородный стандарт частоты. Существенным вкладом и пионерской, можно сказать, разработкой данного эксперимента была трехпутевая схема, система, которая позволила преодолеть проблему, связанную с невозможностью достаточно точного определения радиальной скорости космического аппарата, необходимой в данном типе эксперимента. Фактически требуется определение радиальной скорости аппарата с точностью до десятых или даже сотых долей миллиметра, которая недостижима средствами радиоконтроля орбиты. Но благодаря тому, что в данном эксперименте имелся как однопутевой сигнал с борта до станции слежения, так и двухпутевой сигнал, который синхронизировался по наземному водородному стандарту и транспондировался на борту снова на землю, комбинируя эти два сигнала исследователи получили на выходе синтезатора в реальном времени компенсацию эффекта доплера первого порядка. Подобная схема применяется, правда, существенными оговорками и на радиоастроне. На данном графике вы видите, что эффект доплера первого порядка, это уже данные непосредственно для радиоастрона. вот эти завитушки соответствуют вращению Земли. Перед спутник составляют, согласно количеству завитушек, порядка 8 суток. Так вот, величина эффекта доплера первого порядка, как вы видите, десятки килогерц. В то же время эффект, который нас интересует, гравитационный сдвиг частоты, находится на уровне 5 гигагерц. Все это для 8 гигагерцового канала связи, спутник Земля. Вклад эффекта доплера второго порядка и ускоренного движения станции слежения ионосферы меньше 1 герца. После учета всех этих эффектов, остаточная частота, прошу вас ориентироваться на голубые точки. Зеленые точки соответствуют предсказанной орбите, которая используется в основном для наведения антенной станции слежения. Синие точки соответствуют реконструированной орбите. после учета и обработки всех измерений. Остаточная частота после учета вклада всех эффектов доплера первого, второго порядка ионосферы, тропосферы и ускоренного движения станции слежения порядка 0,3 герца. Это соответствует согласию между теорией эксперимента порядка 3%. Что достаточно плохо по нашим ожиданиям, поскольку мы ожидаем получить точность измерения порядка от 10-4 до 10-5. Проблема в данном случае как раз заключается именно с недостаточной на сегодняшний момент точностью измерения радиальной скорости аппарата, которая, несмотря на наличие трехпутевой системы связи, которую я показывал раньше, но на радиоастроне она имеет некоторую существенную особенность, что два вот этих линка могут работать только независимо, не параллельно. Либо двухпутевой режим, либо однопутевой режим. Осталось две минуты. Заканчиваю. Спасибо. Имеется также другой способ проведения эксперимента, основанный на непосредственном сравнении хода бортовых и наземных часов. За сутки набег времени на борту за счет гравитации составляет 58 микросекунд. Для сравнения у GPS — 45 микросекунд. Но данная проверка эксперимента, данная мода эксперимента также подвержена недостаточной точности знания радиальной скорости аппарата. И на данном графике вы видите сравнение теоретического ожидаемого замедления времени наземных часов относительно бортовых и экспериментальные точки. Синие точки — это эксперимент, красные — это теория. Как видите, согласие достаточно неплохое, но только на первый взгляд. Численные оценки показывают, что согласие также на уровне порядка 1-2%. Мы, тем не менее, смотрим с оптимизмом, потому что имеются еще достаточно большие резервы увеличения точности орбита. В частности, за счет регулярного проведения двух путевых сеансов, в настоящее время в основном однопутевые сеансы используются при астрономических наблюдениях. И существенно вклад в увеличение точности определения орбитальных параметров может оказать слежение за спутником с помощью наземных телескопов в режиме радиоинтерфериметрии с сверхдлинными базами. Ну, пожалуй, я закончу. Спасибо. Спасибо. Приятно слышать фразу «Мы смотрим с оптимизмом». Я давно такой фразы не слышал. Вопросы, коллеги, прошу. Скажите, пожалуйста, к какому типу статистических оценок относится оценка вашего гравитационного красного смещения? Пока что мы работаем фактически на уровне гаечного ключа и минимальная статистическая обработка производится. Потому что фактически мы провели некоторую статистическую обработку, но систематические ошибки в радиальной скорости подавляют нашу точность. Поэтому фактически мы еще не на том этапе, чтобы проводить некие статистические усреднения. Так, еще вопросы? Нет, спасибо большое. Так, Думин, прошу. Приготовиться Авраменко. Везем. Продолжение следует... 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 как если бы это имело место для какой-то полевидной материи, это одно достоинство. А второе, это то, что, как известно, вот это приближение, когда космологический фон создается темной энергией, то есть лямбда-членом, оно, как известно, хорошо соотносится с современными астрономическими наблюдениями, поскольку, как известно, примерно три четверти энергии во Вселенной приписывается в настоящее время как раз именно эффекту лямбда-члена. Далее, касаясь истории вопроса, нужно, прежде всего, напомнить, что само по себе введение лямбда-члена в шварцшильдовское решение о уравнении общей теории относительности было осуществлено очень давно, это было сделано Коттлером еще в 1918 году, то есть практически сразу же после того, как была сформулирована общая теория относительности и получена шварцшильдовское решение, вот соответствующая метрика приведена здесь. Ну, правда, надо сказать, что в современной литературе почему-то как-то фамилия Коттлер часто выпадает, и это решение называется решением шварцшильда-десятера, что как-то, на мой взгляд, не совсем правильно. Но, к сожалению, выписанное здесь решение, как легко видеть, так сказать, в асимптотике соответствует статическому десетеровскому пространству, то есть оно не, так сказать, учитывает вот той общепринятой асимптотике Фридмана Робертсона Волкера, которую мы обычно используем в космологии. Но этот факт, естественно, не является удивительным, если учесть, что это решение было получено еще в 1918 году, тогда, когда, так сказать, где-то за 10-15 лет до того, как начали формироваться вот такие современные космологические представления. Далее весьма, так сказать, любопытным является то, что хотя это решение, ну вот в статических десетеровских координатах, которые здесь помечены штрихами, было получено где-то вот сколько, 95 лет назад, тем не менее, так сказать, его, так сказать, ну, первая работа, в которой это решение было переформулировано уже в терминах вот координат Робертсона Волкера, ну, насколько я знаю, была сделана вот лишь 5 лет назад, это вот эта статья, которая вот мной была опубликована вот в 2007 году, ну и вот полученная метрика, она, к сожалению, уже, значит, в Робертсона Волкеровских координатах имеет такой довольно громоздкий вид, выписанный здесь, здесь координаты Робертсона Волкера уже обозначены, значит, вот TR без штрихов, ну, очевидно, что эта метрика зависит от двух основных параметров, это, значит, шварцшильдовский радиус центрального тела и десетеровский радиус Вселенной, связанный с величиной лямбда члена. Ну, поскольку на практике обычно бывает достаточно ограничиться лишь членами первого неисчезающего порядка по шварцшильдовскому и обратному десетеровскому радиусу, то в таком приближении эта метрика уже может быть записана существенно более компактной, как вот показано в двух нижних строчках, ну и далее, так сказать, пользуясь стандартной процедурой, легко выписать уравнение движения пробного тела в такой метрике, опять, лишь с точностью до первых, до членов первого порядка, ну, правда, опять-таки, получающиеся уравнения движения имеют довольно громоздкий вид, их приходится анализировать лишь численными методами. Ну, надо сказать, я на самом деле потратил много усилий тут и на получение некоторых аналитических решений, там в виде каких-то разложений в виде рядов, но, к сожалению, область сходимости таких...